Всем большой привет! Хочу немножко вам там рассказать новостей, но насколько они у меня есть, конечно, потому что сейчас в моей жизни не так много чего происходит, кроме недосыпов постоянного оры и кормёжки грудью, но всё-таки они немножечко есть. Для начала эта книга, которая в России выглядит обложка по-другому, от Вики Хаффенден и Фредерики Патмора, если я правильно говорю по-русски. И она называется, по-моему, «Лучшая книга о вязании», как-то так, но вот так вот она у нас выглядит, я бы сказала, что достаточно яркая и такая безвкусная обложка какая-то, я бы такую сроду бы не взяла, но видела отзывы на YouTube об этой книге, очень хорошие, и почему-то её схватила, хотя у меня уже есть книжка от Стефани Вандерлинден, по-моему, которая «Энциклопедия о вязании», очень хорошая, идеальная книжка, у меня есть на неё обзоры, по-моему, она прям, вот, можно смело брать, но вот на эту я тоже видела хороший обзор, поэтому схватила её, хотя она достаточно дорогая. В России, если книга Стефани, по-моему, около 900 рублей на озоне стоила, то вот эта книжка стоила под 1600, что ли, или что-то типа того, то есть практически в два раза. У нас она стоит 50 долларов, вот эта с налогами, ну, канадских, это вообще 2,5 тысячи, да, но у нас в Канаде вообще книжки дорогие, априори любые, поэтому это нормальная, обычная цена книжки. Что я хочу сказать про эту книжку? Она толстая вот такая вот, тяжёлая, и мне не очень нравится, как она оформлена, то есть здесь классные фотографии, они очень яркие, чёткие, понятные, но не мой стиль, они какие-то как бы бездушные. Вот у Стефани мне нравится, просто есть какая-то атмосфера, здесь же атмосферы нет, но однозначно здесь очень много всего дано, не могу сказать, что мне всё это понадобится. То есть, например, вот есть раздел, как вязать подарочный мешок, вот, ну, зачем вообще мне это нужно, подарочный мешок, да, то есть мне хотелось бы больше каких-то техник, естественно, здесь и техник очень много, но есть абсолютно бесполезные какие-то проекты, или вот, например, есть такая сумка, тоже абсолютно для меня никакая, я не хочу никого обидеть, кто любит такие сумки, пожалуйста, для меня это какая-то никакая просто сумка, и я бы, на меня она не нужна, я бы сроду не купила. Но, конечно же, если убрать вот эти непонятные проекты, в самих техниках есть очень классные техники, о которых я даже не слышала, и идеи, которых, в общем-то, нет в других энциклопедиях. И я думаю, что тут нужно делать отдельный обзор, показывать также вам, что и как тут, и чего, потому что, ну, в двух словах вот так вот не опишешь. К примеру, о чём я говорю про фотографии. Если вы видите, они яркие, они чёткие, хорошие, но вот эта вот оляпистость и разноцветность меня просто, если честно, убивает, то есть у меня вот эстетического наслаждения я не получаю. Хотя в этой книге глянцевые, очень качественные страницы, в общем-то, ничего не сказать, то есть она классно сделана, но у неё нет вот этого эстетического вкуса, что ли. Я не знаю, как это объяснить, но я решила её в итоге оставить. Хотела сначала сдать, потому что кое-что здесь, да, есть интересненького по техникам. И, например, там, как вязать рюши, как вязать вот эти рюши, так и есть складки, да, потому что у нас сейчас любят говорить фолды, фолды, я не понимаю, зачем говорить фолды, это английское слово fold, складывать, когда у нас есть русское слово складки, в общем, или там рюши, или валаны, зачем говорить фолды, я вообще не понимаю, простите, кто говорит так, но это то же самое, что вот я пять лет, пятый год в Канаде, когда я лужала из Канады, мы не говорили слово performance, есть слово выступление или представление. Сейчас я вдоль и везде слышу, что у нас был performance, perform, perform, это английское слово выступление, да, выступать, представлять, зачем его использовать, когда у нас есть русские слова. Вот это меня просто убивает, обидно за наш язык, уж простите, что я перескакиваю сюда, но... В общем, sorry, что я постоянно перескакиваю с темы на тему, но у меня в мозгу сейчас какой-то странный процесс мышления, поэтому... Плюс у меня, наверное, очень странный уже не лиц, но это просто от педосыл, поэтому не обижайтесь, что оно такое немножко пофигистическое надменное, но на самом деле просто глаза закрываются. Вот, ещё из больших моих открытий, я думаю, что многим понравится, это книга по шитью, неожиданно, правда, но... Я действительно хочу научиться шить, но шить для себя какие-то несложные вещи, я не хочу... Нет, я бы хотела шить идеально, но я хочу какие-то несложные платья там льняные, шить там себе ребёнку, ну, такие вещи элементарные. Вот я сейчас уже нашила классных льняных пакетиков, тоже сейчас их ставлю в ссылку, это лён, кстати, лён некрашенный и очень классный, для интерьерных вещей, думаю, он будет идеально есть в Икее, причём намного дешевле чем-либо ещё, поэтому сходите в Икее на метро, продаются некрашенный классный лён, я не знаю, насколько он подходит для платья, потому что он немного грубоватый такой, у меня как бы мало опыта, я не знаю, какие там различия по льну идут для одежды, но для интерьерных вещей, для скатерти, для занавесок, это однозначный вариант, но, кстати, в Икее занавески льняные есть готовые, причём тоже недорого, я себе покупала в спальне, выглядит просто классно, и я настолько довольна, очень хочу, кстати, набор постели льняной купить, но не знаю, стоит ли заказывать его шить, либо купить готовый, готовый я видела у нас, прям продаётся в магазине, около 200 долларов канадских, это примерно 10 тысяч, да, за набор, не знаю, стоит ли покупать так, или заказать потом когда-нибудь из России. Так вот, про шитьё. Эту книжку я совершенно случайно наткнулась на неё, точнее её даже мой муж нашёл, мы с ним зашли в Чаптерс, это наш местный магазин книжный, посмотреть вот эту книжку, потому что я про неё вот в интернете посмотрела отзывы, на ютубе очень хвалебные, мне захотелось на неё посмотреть. Кстати, потом, когда я залезла письменные отзывы смотреть, на неё очень противоречивые отзывы, и многие её ругают. Я думаю, что её ругают именно за то, что она очень дорого стоит по российским меркам, и люди ожидают каких-то, ну, большего, да, за такие деньги. Если бы она стоила дешевле, возможно, бы её тоже хвалили. Но в Канаде это обычная цена на книжку, поэтому, ну, в общем-то, книжка, книжка пусть будет, я её ещё оставила за того, чтобы терминологию английскую, если мне понадобится что-то будет писать на английском про вязание, в общем-то, пусть она у меня останется. Так вот, пока я искала книжки, смотрела разные в магазине, у меня муж вот это вот заметил, и мне её дал. И я никогда не собиралась покупать готовые выкройки, мне казалось, что это ерунда, но это просто меня покорило. И через неё я открыла японских вот этих дизайнеров, которые делают вот эти готовые выкройки. У них прям у многих есть эти книжечки, и здесь, например, 24 выкройки, причём она вот в конце книжки, вот в таком кармане эти выкройки вложены, то есть их нужно будет просто перевести на кальку, вырезать, и у вас всё готово, да. Именно вот в этой книжке 24 изделия для детей по размерам от 4 до 10 лет, и они все классные, и все именно в таком стиле, который я люблю. Если посмотреть по хэштагам имя вот этого, вот этой вот швеи, вот этого дизайнера, так сказать, в инстаграме, то очень много вылезает всего интересного. Походите по хэштагам, и если погуглить, например, Japanese Sewing Patterns, то есть швейные вот эти выкройки, то вот таких книжек вылезет куча, или зайти на Амазон, вот эту книжку найти, там в предложениях будет разных-разных кучей, для взрослых, и для детей, для маленьких, и для больших, и они все классные. У меня чесались руки, надо заказать себе этих книжек, но просто, да, включаешь уже холодную голову, и думаешь, блин, ты сначала хотя бы с одной что-нибудь шеи, и если еще потом ты захочешь, соберешься, тогда закачиваешься, потому что, ну, доходит с Амазона за два дня, да, у нас есть подписка Prime, подписка Prime, это когда ты год платишь за доставку, в данном случае у нас 80 долларов, потом тебе вся доставка бесплатна в течение двух дней. Ну, не вся, а то, что квалифицировано под именно эту доставку, но там очень много всего. Еще про вязание, еще все хочу сказать, хочу заказать себе, знаете, наверное, вот эта компания MC Кашмир, или, ну, в общем, не помню, как точно назвать, но вы поняли, который у нас продает из Монголии пухьяка, верблюда и кашемир, да, то есть сначала они продавали только в бобинах, я на них подписана в Инстаграме очень давно, еще когда они только начинали, не продавали готовые мотки, продавали только бобины, сейчас они продают и мотки, они на вулл-маркет ходят, очень хочется мне у них заказать пухьяка и верблюда, уже общаюсь с Александром в переписке в директе, в директ, в директ, в директ написано, да, ну, в общем, в сообщениях в Инстаграме мы с ним просто уже там за бизнес общаемся, интересно такое, человек, удачи им большое дело, делают, что делают, развивают такие производства именно в России, не просто перекупку чего-то, а именно производство, в общем, желаю им процветания, но они пересылают только ИМС, потому что, как я сказал, почта обычно далеко у него, и для меня это было, конечно, дорого, если я заказываю две пачки пряжи, это килограмм, а практически 50 канадских долларов, ну, для меня это дорого, это как еще одна пачка пряжи, да, за доставку, поэтому я набрала людей местных, мы еще с тремя девочками решили вместе скооперироваться с местными заказать, потому что сейчас я жду у них новую поставку серого яка, потому что сейчас нет его в наличии, и хочу потратиться, заказать и связать мужу свитер, и ребенку из верблюда хочу вещичек навязать, чтобы зимой их там надевать, потому что верблюд, конечно, это такая ценная вещь лечебная, очень теплая, очень классная, поэтому я надеюсь, что это в итоге мне кажется, что в итоге я это навяжу, в итоге вам покажу, меня покорили просто фотографии, постиранные несколько раз, яка смотрится просто не шикарно, смотрится такой пушок, прям замечательно тоже, если я найду фотографию, сейчас где-нибудь ставлю, если вы вязали из этой пряжи, яка или верблюда, именно этой фирмы, то напишите, каковы ваши впечатления, потому что информации не так, на самом деле, много, пряжи не дешевые, видимо, и не так сильно распространена, а еще у меня такая неприятность случилась, Анна Пол рассказывала про компанию британскую, где она заказывала спицы Чаагу, и на самом деле из Британии, я тоже заказывала до этого спицы, Хия-Хия, еще несколько спиц я заказывала в Британии, но в другой компании, и мне очень понравилось, потому что дешевле, чем из Америки, и быстрее, парадокс, но из Америки у нас все очень долго идет, просто может три недели идти, когда из Британии, где-то за 10 дней приходят, а то и за неделю. И, в общем-то, в той компании, где я уже заказывала, спицы Чаагу не оказалось, а мне очень хотелось заказать спицы Чаагу, попробовать, потому что, ну, все прям говорят, что, ну, это идеальные спицы, и все говорят, что это идеальные спицы, и спицы лучше не придумаешь, поэтому я не хотела заказывать набор, я заказала именно те номера, которые мне нужны, плюс у меня чехол есть, еще один чехол я не хочу, хочу все держать в одном месте, я заказала, по-моему, 6 или 7 пар спиц, всякие там лески, это щит, был подарок мужа, я ему так наметнула, что хочу их на Новый год, но он мне заказал их сразу, и сказал с Новым годом. Ну, я, в общем-то, была не против. И выслали их сразу, было все здорово, но как бы уже прошло 2 месяца, спицы у меня все нет, и сначала у меня был такой, не очень какой-то опыт хороший, я написала на сайте, в этой компании мне не ответили, и потом я еще раз отправила им имейл, мне опять не ответили, я продождала 2 недели, пошла к ним на Facebook, оставила негативный отзыв, что я, конечно, рада все свалить на почту, но как бы мне не отвечают на 2 имейла уже 2 месяца. На что мне ответили, что мне вообще-то ответили уже давно, но так как я не ответила, они подумали, что, видимо, спицы пришли, и если я хочу, они готовы выслать их второй раз. Я согласилась, предложила еще 2 недели подождать, ну, как бы тоже мне очень жалко ребят, потому что это не их вина, у меня у самой были такие проблемы с почтой, когда я в Россию какую-то косметику отсылаю, или там у меня один раз замерзла косметика, она испортилась, второй раз разбился крем, и я, конечно же, пересылала все это за свой счет, и, конечно, приятного в этом мало. Поэтому мне их тоже было очень жалко, я предложила их подождать, но вот 2 недели стекло, и так мне ничего не пришло. А сегодня мне выслали спицы опять, я надеюсь, что они все-таки дойдут, а те спицы им обратно вернутся. Хотя бы они потратятся только на почту, но не знаю, уже 2 месяца, они уже, наверное, давно должны были бы вернуться. Только что у меня еще свалялась шапочка, которую я вязала из пряжи анды, и она у меня получилась достаточно большая, обращая, и не хотела ее, в общем-то, распускать, но потом подумала, что сделаю эксперимент по валянию в машинке. И вот что у меня получилось. Она сейчас у меня сидит по голове. Оставлю ее себе, она достаточно хорошо подсела, и, в общем-то, стала, наверное, очень теплая, потому что все эти ворсинки между собой переплелись. Мне кажется, классная идея из пряжи анды сделать валеные вещи, кстати, у меня свалялось все это дело не сильно. Я ожидала более сильной усадки и думала, что получится детская вещь, но вещь валялась прям не сильно. Я не знаю, с чем это связано. Тем, что недостаточно теплая вода, может быть, была, или был достаточно короткий цикл, или у меня машинка такого старого типа, который барабан не... В общем, вертикальной загрузки, там посередине вот эта такая штука такая, она вертится, то есть не просто вот все вот так вертится, а, наоборот, вот так вот. То есть, может быть, из-за этого. Ну, в общем, валяние мало валялось у меня все это дело. Я решила еще и в сушилке посушить. В итоге она у меня очень сильно почему-то в высоту села, а в ширину села не сильно. Но, мне кажется, выглядит очень прикольно и достаточно тепло. Поэтому я буду эту шапку тоже носить сама или, возможно, подарю одному человеку. Я знаю, у нас в церкви есть отец Василий, он такого типа очень любит шапки и с рясой носит. Может быть, я ему подарю, посмотрю. Ну, в общем, мне кажется, получилось достаточно прикольно. Я даже подумываю, что если у меня на ядс не уйдут от шапки, которые я вам уже показывала или покажу в моих вязаных вещах, то я тоже их все поваляю потом. Ну, и другие вещи свяжу для ребенка и сваляю сделаю. Вот. Такие, наверное, у меня были новости и рассказы о вязании. Больше никаких таких сильных новостей нет. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Пока.